Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о таком достаточно грозном заболевании, не очень редко встречающемся, в том числе и у нас в регионе, это рак головы и шеи. С 16 по 20 сентября у нас в регионе, так же как и по всей России и по Европе, проводятся мероприятия с 7-й европейской недели ранней диагностики рака головы и шеи, с челью помочь условно здоровому населению региона пройти обследование в лечебно-профилактических учреждениях региона, чтобы вовремя получить необходимое лечение. Рак данной локализации представляет собой одну из сложнейших медико-социальных проблем современной онкологии. Ежегодно в мире диагностируется свыше 500 тысяч новых случаев злокачественных опухолей головы и шеи, и более 270 тысяч пациентов умирают от этого заболевания. В структуре общей онкологической заболеваемости опухоли головы и шеи составляют около 10-15%, и абсолютное число больных данной локализации растет, к сожалению, с каждым годом. При ранжировании основных причин, формирующих заболеваемость раком, лидирующую позицию занимают как погрешности в диете, то есть неправильное питание, второе место примерно принадлежит курению, это не менее трети пациентов, заболевших, это курильщики. Таким образом, неправильное питание и курение вызывают около 2-3 рака данной локализации, и поэтому среди мер профилактики онкологических заболеваний, в том числе и локализации головы и шеи, основную роль играет формирование здорового образа жизни. Сегодня мы именно об этом и будем говорить. Я представлю моих собеседников. Цветаева Ирина Германовна, заместитель главного врача по организационно-методической работе областного клинического онкологического диспансера. Шарафуддинов Марат Гакифович, врач-онколог организационно-методического отдела, заведующий кафедрой онкологии, лучевой диагностики, медицинского факультета, института медицины, экологии и физической культуры Ульяновского государственного университета. И Власов Алексей Владимирович, онколог, исполняющий обязанности заведующего хирургическим отделением областного онкологического диспансера. Добрый день, уважаемые коллеги. Первый вопрос, который я хотела бы адресовать к организатору с очень большим стажем, к вам, это по ситуации на данный момент, на данное время, как у нас обстоит дело с заболеваемостью раком головы и шеи? Растет ли так же, как и по всей России, количество случаев рака данной локализации? Пожалуйста. Добрый день. Ну, надо сказать, что заболеваемость онкологическими заболеваниями, патология онкологическая растет по всем направлениям. И надо сказать, что в мире считается, что выявлять злокачественное образование надо больше, и часть заболеваний остается как бы нераскрытой. Поэтому, если мы отмечаем рост заболеваемости, это считается положительным фактором. Другое дело, на какой стадии выявляются эти заболевания. Если говорить о том, что в запущенной стадии выявляются заболевания или в ранней стадии, то можно отметить, что в течение последних лет имеется тенденция к тому, что в России и в Ульяновской области выявляемость онкологической патологии на ранних стадиях, в общем-то, значительно выросла. Сейчас мы выявляем больше 50%, это первая и вторая стадии, даже 55 с лишним процентов на первой и второй стадии. Но, тем не менее, запущенных случаев это почти четверть, иногда больше, чем четверть случаев. То есть это те случаи, когда лечение становится практически бесперспективным. И, соответственно, качество жизни людей, выявленных на поздних стадиях, уже значительно снижается. — Вы совершенно правильно подметили, что очень важно, на какой стадии выявляется раковое заболевание. И я бы хотела сейчас, Алексей Владимирович, попросить Ваш комментарий. Вот выявили на первой и второй стадии, допустим, на ранней стадии выявили злокачественное новообразование. А на какой стадии они к Вам попадают? То есть в руки хирурга, когда уже необходимо оказывать помощь, то есть человек прошел все предварительные стадии, и вот он у Вас. На какой стадии в основном? — Вы имеете в виду, как долго затягивается момент диагностики? — Да, диагностики, обследования. И длительный ли тот период, который люди проходят от момента выявления подозрений на данное заболевание до верификации диагноза, до поступления в стационар? — Ну, этот период на самом деле минимальный, и это не главная проблема. Потому что от момента выявления первичного либо подозрения на злокачественную опухоль данной локализации именно опухоли головы и шеи в первичном звене до момента постановки диагноза и взятия пациента для того или иного вида лечения проходит не более двух недель. — Вы сказали, что это не главная проблема. А тогда в чем Вы видите главную проблему? — Главная проблема в том, что вот этот первый этап, когда пациенты обращаются с теми или иными жалобами, он, к сожалению, упущен. И, как правило, стадия выставляется уже не первая, как хотелось бы, или вторая, а, как правило, третья или четвертая. — К сожалению, да. — То есть в тех или иных лечебных, так сказать, опциях, каких-то видах лечения мы значительно ограничены тем самым. — Понятно. — Да, конечно. — Вот мне бы хотелось сказать, что если говорить о локализации голова-шеи, то тут вот наблюдается очень такой интересный момент, что вот, например, люди с локализацией опухоли на губе в 90% случаев обращаются в первой-второй стадии. Видимо, это, так сказать, видимый дефект, нарушает облик человека, и люди обращаются в первичную сеть, ну и затем попадают дальше к специалисту. Но в то же время полость рта недалеко от губы расположена, только 40%, меньше 40% в Ульяновской области людей обращаются в первой-второй стадии. То есть что-то их беспокоит, что-то наслизитое не так, какие-то дефекты есть. Ну, вроде бы пройдет, никто этого не видит. И вот рак полости рта выявляется на ранних стадиях очень мало. В то же время, опять-таки, вот щитовидная железа почти 80% на ранних стадиях, то есть нарушается общее самочувствие, да, и человек вынужден обращаться за какой-то помощью к терапевту, к кардиологу, к эндокринологу, и 80% выявляется на ранних стадиях. То есть, вот видите, вроде у людей есть потребность для того, чтобы обращаться, но вот тем не менее, вот полость рта нас очень-очень тревожит. И надо сказать, что вот то, что заболеваемость раком губы, она за последние годы снижается. Вот в то же время, как вот рак языка, полость рта, он растет. Рак щитовидной железы, вот я посмотрела буквально сейчас по Российской Федерации, имеет тенденцию к росту, а в Ульяновской области имеет тенденцию к снижению. Ну, Российская Федерация большая, есть эндемичные районы, здесь такой фактор разнообразный может быть, может на это влиять. Но тем не менее, вот выявляемость такая, как я сказала, очень настораживает. Поэтому, конечно, хотелось бы, то есть это вот визуальная локализация, которая доступна для осмотра и самому человеку, и любому специалисту. И, конечно, хотелось бы, чтобы они, да... Про любого специалиста. Вот у нас, мы сейчас очень много, особенно мы с вами, при каждом выезде в муниципальное образование, мы везде говорим про онкоскрининг, при проведении диспансеризации. Вот роль онкоскрининга в данном случае, в выявлении рака данной локализации, вот судя по вашим словам, она, конечно, очень трудно, незаметно, и очень трудно ее, конечно, не оценить. Все-таки вот улучшилась диагностика с введением онкоскрининга или пока первичная медицинская сеть не очень настроена на то, чтобы выявлять рак видимой локализации на достаточно ранних стадиях? Вы знаете, мы ведем очень большую работу для того, чтобы научить всех специалистов первичного звена правильной методики осмотра полости рта. И сейчас, приезжая в лечебное учреждение, или в режиме агитпоезда, или в режиме курации наших специалистов, мы всегда смотрим оборудование смотровых кабинетов, как мужского, так и женского, и проверяем навыки персонала, как они умеют смотреть полости рта. Надо сказать, что сейчас специалисты, фельдшера, медицинские сестры, они, в общем-то, владеют этой методикой. У них, ну, как бы уже это все отработано. Но если зайти в кабинет к терапевту, то чаще всего фонарика у них нет, у них есть шпатели. То есть полости рта не осматривается, скажем так, должным образом. Наверное, в этом еще большой, так сказать. Хотя всех терапевтов, которые приходят к нам на стажировку, мы тоже учим этому. У нас больше ста человек за год проходят стажировку в кабинете по локализации голова-шеи. В кабинете и в отделении, соответственно. То есть вот такое обучение у нас ведется. Но хотелось бы, конечно, чтобы, как я уже говорила, к данной локализации относились внимательнее. Вроде бы вот 6-10%, да, 6%, если не считать кожу, 10%, если считать кожу в области голова-шеи, да. Вроде бы небольшой процент. Но то, что это визуальная локализация, которая поддается лечению, хорошему лечению. Алексей Владимирович расскажет о методиках лечения. Вот. Поддается хорошему лечению. И то, что люди не обращаются, не приходят, не выявляем, конечно, это очень настораживает. Надо сказать, что вот эта настороженность идет уже в течение многих лет. И, конечно, за последние 10 лет ситуация улучшается. Но все-таки вот какого-то большого, скажем, рывка мы не видим. Наверное, поэтому вот особое внимание обращается вот на проведение таких всероссийских, всемирных дней по профилактике определенных локализаций онкологической патологии. Вы совершенно правы. Вот говоря о процентах, на самом деле, вроде бы так, в общей массе процентов не очень высокие, но, тем не менее, за каждым этим процентом живые люди, которым может быть сохранена жизнь и сохранен уровень здоровья и уровень жизни, который он может вести. Конечно, здесь, ну, в первую очередь, я думаю, что мы и онкологи, и вы онкологи, и врачи первичной медицинской сети, и представители профилактического направления в медицине, в первую очередь, конечно, должны говорить о профилактике раков, в том числе и данных локализации. Понятно, что если на губе что-то появилось, человек быстро обратится к доктору, а если где-то во рту, то и так и будет думать, что рассосется, что пройдет, а оно не проходит. И потом я просто хочу еще раз вот заострить внимание, ведь не просто так вот по данной мировой статистике, это погрешности в диете, это понятно, что злоупотребление острой пищей, злоупотребление горячими напитками, горячими, там, я имею в виду чай, кофе, но и горячительными тоже, которые также раздражают слизистую полость рта также. Поэтому, ну и, безусловно, отказ от курения, вот мы с Эрингерами говорили уже об этом, что курение играет очень большую роль в плане ракового полости рта. Это понятно, может быть, это и зависит от, там, я не знаю, какой-то частоты, что ли, никотина, либо качества сигарет, не знаю. Но, во всяком случае, у курящих, вернее, треть из заболевших данной локализацией, особенно полости рта, это люди курящие. Марат Гакефович, что нам наука говорит о профилактике рака, в том числе и рака данной локализации? Вы, как заведующая кафедра онкологии, что-то, может быть, новые какие-то данные идут из науки? Ну, я соглашусь, вы абсолютно правильно называете основные причины. Вообще, более 200 причин существует возникновения рака. Но сейчас все международные эксперты приходят к одному, что неправильное питание – одно из важнейших факторов возникновения злокачественных новообразований. К сожалению, фактором, который усугубляет, является и курение с алкоголем. Для нашей страны это вообще проблема, конечно, и табакокурение, и злоупотребление алкоголем. Каждый из факторов курения, например, алкоголь, по отдельности увеличивает в 3-5 раз, допустим, риск возникновения рака полости, например, рака слизистой, ну, рака головы и шеи, скажем так. А вот если человек и курит, и злоупотребляет алкоголем, то риск заболеть раком данной локализации увеличивается аж в 15 раз. То есть, к сожалению, да, это уже установленные факторы. Курение вообще отвечает за 30 видов рака, напрямую связывают с курением 30 видов рака. Ну, особенно вот рак слизистой, полости рта, рак гортани, горла, все это, конечно, может поспособствовать тому, что у человека на фоне неправильного образа жизни, плюс еще вот этих пагмутных привычек, конечно же, больше риска получить онкологическое заболевание. Что в плане профилактики, конечно, нужно учить прямо с раннего детства, со школы, как правильно питаться, как правильно следить за своим здоровьем, как двигаться, потому что это большая проблема сейчас в современных нашего общества. Это неподвижный образ жизни, неправильное питание, пагубные пристрастия и так далее и тому подобное. И, к сожалению, вот не совсем правильно люди относятся к своему здоровью. Очень хорошо, что вот такие передачи мы делаем и говорим на разных площадках, в том числе вот на школе пациентов, о том, что необходимо все-таки самому пациенту, самому человеку заботиться о своем здоровье. То есть он вовремя придет к врачу, когда он будет переживать за свое здоровье. И тогда уже врач сможет ему помочь. Спасибо. Хочу просто подчеркнуть, что мы говорим на самом деле на многих передачах о здоровом образе жизни, о профилактике всех заболеваний, в том числе и онкологических, и всегда приходим к тому, что это неправильное нерациональное питание, это злоупотребление алкоголем и курение, физическая... Активность. Да, неактивность, низкая физическая активность. То есть все те причины, о которых мы говорим всегда, они уместны и здесь. Алексей Владимирович, вот сейчас к вам вопрос. Расскажите, да, мы на самом деле, вот Ирин Герман затронул уже эти вопросы, и Марат Гакифович, на что вы рекомендуете обратить внимание, какие симптомы свидетельствуют о развитии рака данной локализации, и куда нужно обращаться при возникновении симптомов, к какому специалисту? Не бежать же сразу к онкологу, наверное? Да, конечно, безусловно. Европейская ассоциация онкологов говорит о следующих, так скажем, симптомах, которые могут появиться у пациентов, которые так или иначе могут говорить о развитии опухолей, органов головы и шеи. Как правило, это затруднение проглатывания пищи, либо боль в горле, преимущественно, досторонняя, которая не проходит в течение трёх недель. Это проблемы с голосом, охриплость голоса, либо его отсутствие. Это симптом, который, в общем-то, должен сразу заставить пациент обратиться как минимум к лор-врачу, либо напрямую к онкологу, если голос совсем пропал. Если есть язвы, слизистых, полости рта, языка, губы, которые также не проходят в течение трёх недель и более, либо если есть непрерывное, непрекращающееся выделение из полости носа, это тоже симптом, который говорит о том, что, возможно, развивается какой-то серьёзный онкологический процесс. Американское общество онкологов на этот счёт говорит о том, что если в течение двух недель подобные симптомы не проходят, то это является абсолютным показанием к тому, что пациент должен обратиться к онкологу и должна быть выполнена биопсия. Скажите, а вот сейчас, на этой неделе, я знаю, что врачи-онкологи проводят обучение, семинары для первичной медицинской сети, именно обучающие семинары в плане ранней диагностики, ранних симптомов. Да, Ирин Герман, Вы направляете онкологов в территориальные поликлиники? Да, в этом году мы впервые применили по данной неделе такой опыт, что провели типа, ну, таких обширных семинаров в одной поликлинике уже провели, в другой поликлинике у нас запланировано на 20-е число, да, с проведением мастер-класса для аудитории первичного звена, это участковые терапевты, врачи общей практики, медицинские сёстры, вот лирингологи, стоматологи, если в этих поликлиниках присутствуют, вот по методике осмотра полости рта, гортани, щитовидной железы, ну, потому что, надо сказать, что действительно на первичном приёме, даже специализированном, конечно, патологий выявляется не очень много, да, вот если, ну, 500 случаев опухоли головы, шеи в год всего выявляется, да, в Ульяновской области, да, в год, то на каждого врача меньше единицы придётся, да, у нас врачей сколько, 8 тысяч, наверное, да, из них участковых терапевтов, наверное, тысячи четыре, да, то есть даже не каждый лор-врач это увидит, и за свою жизнь иногда несколько случаев всего увидит, вот, поэтому, конечно, вот о таких методиках надо напоминать, надо о них рассказывать, и ещё раз хочу повторить, что, ну, вот буквально из первой поликлиники у нас сейчас стоматолог была на стажировке, буквально вот на прошлой неделе, мы, я всегда спрашиваю, вы зря у нас время провели или не зря, всё-таки они приходят на неделю без отрыва там от собственной работы и работают с нашими докторами непосредственно в кабинетах. Не было ни одного человека, который бы сказал, что мне не понравилось работать с вашими докторами, что я совершенно зря провёл время, и зачем я сюда пришёл, вот, то есть мы считаем, что вот такие методики непосредственного обучения, они, конечно, играют очень-очень большую роль, вот, ну, и, конечно, надо вести санитарно-просветительную работу, что людям рассказывать, вот, и о том, о чём Алексей Владимирович сказал, и Марат Гайкевич о чём говорит, потому что, вот, видите, вот, рак губы снизился, да, причём он резко снизился, по Ульянской области, по почти в два раза за 10 лет, и по России в полтора раза. Я просто для себя сделал вывод, наверное, трубку стали меньше курить, да? А вот, кстати, об этом я, к вам ко всем, коллеги, вопрос, какую вы могли бы выделить группу риска, что ли, которая особо обратить внимание на развитие рака данной локализации, именно рака головы и шеи, включая вредное производство, то есть вот о ком, кого мы должны особо сегодня предупредить, чтобы они больше обращали внимание на симптомы, на себя, как вы считаете, что это за группа должна быть? Ну, это курильчики, прежде всего. Дело в том, что каких-то производственных, ну, процессов, ну, может быть, вот деревообрабатывающие, например, какие-то предприятия, там есть проблемы с носовыми пазухами, допустим, но дело в том, что сейчас даже в жизни, в быту у нас окружается только канцерогенов, что на самом деле все относятся к группе риска, но люди, которые курят, люди, которые, значит, не приходили давно на профилактические осмотры, это вот как раз та категория, наверное, кого нужно постараться пригласить на профосмотр, на беседу с врачом. Я думаю, что нужно активнее вводить вопросы такие, как анкетирование, то есть, может быть, даже онлайн какие-то анкеты. Есть такие уже и в России адаптированные на русскоязычные такие вещи. При диспансеризации у нас тоже каждый человек должен быть проанкетирован. И вот я, кстати, хочу, прошу прощения, перебила, хочу обратить внимание на осмотр полости рта. Мы ведь говорим о том, что это должны делать врачи всех специальностей, да, и если после прохождения диспансеризации пациент приходит к терапевту, к своему участковому терапевту для получения заключения, то терапевт обязан посмотреть полости рта. И тогда вот очень плохо, если у врача сегодня нет фонарика, завтра нет там где-то, может быть, освещение не совсем правильное, не совсем он всё увидит, значит, потом он просто своему руководству скажет обеспечьте меня тем, что необходимо, потому что вот я там пропустил или не доглядел, или где-то. Вот. А вы что-то хотите добавить, Алексей Владимирович? Да, я бы хотел добавить в группу так называемого риска пациентов, которые наблюдаются у стоматологов и имеют протезы, металлоконструкцию полости рта, потому что хроническая травма также является фактором развития рака полости рта, в том числе рак языка, слизистый щёк. Рак языка – это вообще одна из наиболее агрессивных локализаций среди опухоли головы и шеи. Вот. И, кроме всего прочего, в последнее время большую роль играет вирус попелома человека, то есть, соответственно, рак полости рта, миндалин, слизистый языка и щёк также набирает, так скажем, обороты среди неокурильщиков. И, если можно так сказать, рак молодеет. По возрасту. Да, да, да. И вот, скажите, пожалуйста, Ирина Герман уже затронула, сказал, что Вы расскажете о новых подходах к лечению, об инновационных подходах к лечению рака данной локализации. Будьте добры, для наших зрителей. До недавнего времени лечение опухоли головы и шеи ограничилось только хирургическим методом лечения, лучевой терапией в последующем, как правило, на втором этапе лечения. И если два предыдущих метода не справлялись, опухоль продолжала расти, то, как правило, подключалась химиотерапия. В настоящее время совершился, так скажем, прорыв в области иммуно-онкологии. Разработан ряд препаратов, которые влияют на иммунную систему человека, запуская тем самым её для борьбы с раковыми клетками. На самом деле это серьёзные достижения, действительно. Но наряду с этим в последнее время новый виток своего развития получила хирургия именно опухоли головы и шеи, микрохирургия, реконструктивно-пластическая хирургия. Здесь это очень важно, так как опухоли головы и шеи – это социально значимая проблема. На самом деле мы не раз уже говорили о том, что это визуальная локализация, и пациенты после проведённого того или иного лечения, будь то лучевая терапия, после которой могут развиться лучевые остеи некроза нижней челюсти, либо хирургия, когда просто некоторые наши пациенты говорят, что выполнена калечащая операция. Но на самом деле я соглашусь с этим, потому что приходится иногда убрать слишком много и, в общем-то, изменить облик человека, на самом деле, до незнаваемости. Поэтому реконструктивно-пластическая хирургия и микрохирургия развиваются в настоящее время очень стремительно, и это, в общем-то, я считаю, что очень хорошо, когда можно заместить все возможные дефекты у пациента различными видами лоскутов, с использованием аутоткани, с использованием различных техник, которые, в общем-то, появляются у нас в городе. Руководство всячески способствует развитию этого. А вот Вы сказали о новом иммунотерапии. Да, иммунотерапии. Иммунотерапии. Скажите, а в нашем областном онкологическом диспансере методики все, которые на сегодняшний день разработаны, все ли они применяются? Насколько высок уровень оказания помощи людям с раком данной локализации в нашем регионе? Да, безусловно, все виды помощи применяются у нас наряду со всеми онкологическими центрами, которые существуют в Москве, с заключением того факта, что пока не все методики освоены нами, потому что, в общем-то, отделение обновляется, так скажем, что касается лекарственного обеспечения, лучевой терапии, безусловно, пациенты получают все виды лечения на должном уровне по, в общем-то, мировым протоколам. А микрохирургия, конечно, безусловно, она развивается. Пожалуйста, надо сказать, что если мы не можем оказать какой-то вид помощи, то нет проблем, чтобы направить в федеральное лечебное учреждение, которое эту помощь могут оказать. И надо сказать, что в течение последних лет, но это не только по области голова-шеи, в федеральное лечебное учреждение мы стали меньше пациентов направлять. Не потому, что люди не нуждаются в какой-то помощи, а просто действительно идет развитие нашей онкологической службы. Уже многое из того, что мы раньше не могли делать, не хватало аппаратуры, не были обучены специалисты, то сейчас это вот такой прогресс, конечно, мы на консультации направляем достаточно много, конечно, но лечение в основном пациенты получают у нас. Я бы просила здесь несколько слов сказать о национальном проекте, о борьбе с онкологической патологией. Там же, на самом деле, в рамках этого национального проекта идет и будет продолжаться оснащение современной аппаратурой, современным оборудованием нашего онкологического диспансера. Да, это, конечно, очень такой позитивный момент, что на онкологическую службу обращено внимание на всех уровнях, начиная с президента Российской Федерации и, соответственно, всех уровней власти. Поэтому в программу здравоохранения включен компонент борьбы с онкологическими заболеваниями, и этот компонент является самым таким финансово затратным компонентом. Ну, во-первых, онкология действительно всегда требует очень много финансов, это однозначно, ну и в том числе Ульяновская область тоже входит в эту программу. Надо сказать, что сейчас выделено только на, в этом году на обеспечение оборудованием больше 240 миллионов рублей, которые практически полностью освоены, то есть на все виды диагностической и лечебной аппаратуры уже сформированы заказы. Часть аппаратуры сейчас начинает поступать, в частности, вот поступили два ультразвуковых аппарата экспертного класса, поступают наркозные аппараты, ну и ряд другой аппаратуры. Всего больше 90 единиц аппаратуры, ну, скажем так, различного объема и различного уровня. Ну и поскольку у нас проект рассчитан до 2024 года, значит, там по годам также мы будем... Да, ну, в последующие годы тоже будет, и причем, ну вот на следующий год мы ожидаем очень больших финансовых вливаний. Надеемся, что нам удастся приобрести еще один компьютерный томограф, уже более высокого качества, чем тот, который у нас имеется, ну и ряд другой аппаратуры. Сейчас идет на основе государственно-частного партнерства реконструируется радиологическое, один из каньонов радиологического отделения для установки аппарата для томотерапии. То есть это лучевая терапия, где одновременно идет контроль объема опухоли. То есть если объем опухоли уменьшается, значит, соответственно, изменяется доза лучевого воздействия, то есть лишнего уже как бы не надо, поскольку, ну, любое лишнее воздействие, это, соответственно, осложнение и другие неприятности. То есть при томотерапии лечебный эффект, вернее, ну, как сказать, луч или как, что он направляется непосредственно в опухоль, не повреждая окружающие ткани? Ну, как бы, луч направляется в опухоль, но здесь отслеживается изменение объема опухоли. И если опухоль уменьшается, соответственно, уменьшается площадь облучения. Понятно. Если вот при ныне действующих аппаратах это сложнее сделать, но при ежедневных процедурах это не проводится. То есть только через какое-то время проводится диагностика дополнительная. То есть здесь вот более такая тонкая работа идет. Из таких вот новых методов сейчас мы начали отбирать больных для лечения в городе Димитровграде, вот в центре протонной терапии. Там, конечно, пока что идет в тестовом режиме. И мы встречались с представителями этого центра. Они дали, так сказать, информацию, кого можно к ним направлять. Но пока это не очень большое, так сказать, еще идет, потому что они только начинают работать. Ну, надеемся, что будет более, так сказать, обширная возможность направления туда пациентов. И сейчас идет закупка лекарственных препаратов. То есть почти на 600 миллионов приобретено лекарственных препаратов. И развивается такая помощь, как стационар, замещающий технологии. Это по принципу дневного стационара. У нас очень большие объемы медицинской помощи. Вот в дневных стационарах мы и в онкодиспансере у нас сейчас больше 180... И 6 лечебных учреждений будут открыты, да? И плюс 6 лечебных учреждений. Сейчас вот первая поликлиника должна открыться. В третьей больнице открыт дневной стационар? В третьей городской больнице, в медсанчасти центральная медико-санитарная часть, центральная городская больница, четвертая поликлиника, пятая поликлиника начала работать, но еще не очень активно начинают работать. И вот первая поликлиника. Стоит вопрос об открытии дневных стационаров в районах области, да, над этим сейчас очень прицельно конкретно работы. Межмуниципальных, да, на несколько районов? Межмуниципальных, ну вот дневные стационары, которые работают в городе, они в принципе тоже, если вот первая начала, третья городская больница работать, они практически со всего города принимали больных, начинали работать. И городские стационары тоже будут принимать близлежащие районы, то есть вот, ну все должны быть, медицинская помощь должна быть в том числе специализированной, приближенной к месту жительства пациента. Должны иметь возможность. Да, должны иметь возможность не совершать длительных переездов и так далее. На самом деле сейчас очень большие финансовые вливания и кадровые ресурсы, да. Я знаю, что в онкологическом диспансере идет постоянный приток молодых специалистов. Это, конечно, радует. Я понимаю, что не хватает, недостаточно еще специалистов, но тем не менее хирургия и онкология, в общем-то, никогда не были, ну будем говорить, непочитаемыми, что ли, выпускниками, да, то есть выпускники идут с удовольствием. Марат Гакифович, как кафедра помогает диспансеру обеспечить кадровый ресурс, кадровый потенциал онкологического диспансера? Вот мы сейчас говорим о том, что финансовое, значит, оборудование поставляется, лекарственные препараты закупаются в большом количестве, нужно еще врачей, и тогда, наверное, все-таки мы можем говорить, что онкология на самом деле у нас становится заболеванием, которое диагностируется и лечится. Ну, конечно, кафедра находится в опорном БУЗе нашего региона, университет всегда ставит первоочередной целью, это, конечно, кадровый ресурс региона прежде всего, и, конечно, мы с удовольствием откликаемся на возможности такого конструктивного партнерства с онкологическим диспансером. Вот, ну, две площадки назову, это вот школа ранней диагностики и школа пациентов, то есть мы учим и специалистов региона на предмет раннего выявления, и учим население через школы пациентов, вот, и в единой школе пациентов участвуем с удовольствием, который вот центр профилактики проводит. Просто вот мое мнение, может быть, я несколько крамольную мысль скажу, надо, конечно, перераспределять ресурсы, мы, если пациент придет вовремя с первой стадии того же рака головы и шеи к грамотному врачу, то никаких дорогостоящих методов лечения не потребуется. Это будет простейшая операция без всякой инвалидизации, без возможности, там, современной лекарственной терапии и так далее. То есть вот эти вещи тоже очень важны. Я надеюсь, что в программе национальной они найдут свое практическое отражение. Просто мы должны готовить таких специалистов, и мы знаем, у нас большая ответственность на высшей школе. Ну и мы должны тоже помогать работать с населением. То есть это такой двуэдиный процесс. И врачи должны, и сами люди должны заботиться о своем здоровье. Мы с удовольствием откликаемся. Да, это на самом деле так и в школе пациентов, и онкодиспансер проводит свою школу пациентов. Но я бы не назвала вашу мысль крамольной, и я, наверное, ее немножко продолжу. В любом случае профилактика является еще более дешевым, дешевой методикой сохранения здоровья, чем, допустим, лечение. Пусть это будет на ранней стадии, но тем не менее это затраты на оперативное лечение. Поэтому будем говорить как можно чаще, как можно больше о профилактике. Ну и, пожалуйста, коллеги Алексею Владимировичу, ваше пожелание нашим слушателям, зрителям. Что вы, как врач, как доктор, который каждый день оперирует, который каждый день видит таких пациентов, что вы можете сказать? Ну, кулаком погрозить, чтобы вовремя обращались к докторам? Либо как вы считаете? Безусловно, я согласен с Маратом Гакивичем. Нокологическая настороженность, прежде всего, должна быть у самих пациентов. Потому что взять, выявить опухоль, запущенные стадии, пытаться ее безуспешно, в общем-то, лечить уже это крайне сложно. Не только для докторов, но и для пациентов, прежде всего. Поэтому, прежде всего, это онкологическая настороженность самих пациентов. То есть, чем раньше появляется пациент на осмотр, пусть лучше он будет появляться с жалобами, которые, в общем-то, не являются онкологическими. Но пусть это будет раньше, чем когда процесс будет запущен уже. Спасибо большое, Ирина Германна, ваше пожелание нашим жителям. Я бы хотела пожелать избавляться нам от вредных привычек. В первую очередь. В первую очередь, да. Во-вторых, если что-то случилось, действительно идти к врачу. Пусть лучше врач скажет, зачем ты пришел, чем скажет, зачем пришел так поздно. Ну и, наверное, пожелать развития всему нашему здравоохранению и отрасли, чтобы мы могли действительно оказать медицинскую помощь, чтобы мы не произносили слов, мы не можем вам помочь. Да. Марат Кокеевич, ваше пожелание? По желанию, может быть, какая-то благодарность за то, что вот мы такие площадки организуем, где можем рассказать людям такую достоверную информацию. К сожалению, люди черпают информацию из разных источников. Не совсем они правильные бывают, достоверные. Поэтому пожелания жителям Ульяновской области и специалистам, чтобы почаще заходили на те ресурсы, где дается достоверная информация. Это и сайты лечебных учреждений, это и социальные сети. По-моему, сейчас очень активно эта работа идет. И это вот меняет немножко даже имидж лечебных учреждений, меняет отношение и к здоровью, и к врачам. Поэтому вот эти ресурсы надо поддерживать и продолжать их успешно реализовывать. Спасибо большое. Ну, мне, наверное, осталось только пожелать, во-первых, всем здоровья, в первую очередь. И, конечно, всем относиться очень бережно и внимательно к своему здоровью. Следить за своим здоровьем. И еще хочу сказать, что вот иногда люди говорят, ну, был у терапевта, ну и что, сказал, есть жалобы, нет жалоб. Ну, хорошо, идите, все у вас хорошо. Нельзя позволять так с собой обращаться. Если вы пришли к врачу, то врач обязан вас посмотреть, начиная вот с полстирта, как уже коллеги сказали. Обязательно послушать, потому что, может быть, вы что-то не заметили сами. Значит, доктор должен обратить на это внимание. И внимательно относиться к проведению диспансеризации, которая сейчас проходит, к анкетированию, чтобы там добросовестные были все ответы. Потому что мы смотрим, допустим, при анализе анкет, да, ну, нет злоупотребления. Алкоголем никто не злоупотребляет. Практически никто не курит. Откуда берется у нас такой большой, высокий процент людей, страдающих алкоголизмом, и злоупотребляющих, и просто курящих. Поэтому надо все-таки задуматься об этом. И чем раньше вы это сделаете, тем лучше. Спасибо всем большое. По-моему, мне подключала статистика по Ульяновской области. Сколько у нас... Рак данной локализации? Да. 500 в среднем в год. В среднем в год 500. Рак молочной железы в среднем 600 уже раньше был, тоже 500. Это впервые выявленных заболеваний. Есть. Еще уточните. Я так понимаю, рак головного мозга к этой локализации не относится? Нет. Это рак визуальных локализаций полости рта и области головы и шеи. Есть еще вопросы? Нет? Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.